Так, еще раз я пропустил запись, я немножко повторюсь, да, у нас есть, почему нам нужна студия, потому что есть звукоизоляция и есть необходимая аппаратура, аппаратура громоздкая, дорогая, ее никуда не потащишь, и купить ее достаточно проблематично для какого-то простого ансамбля партнерного, который, как известно, не обладает какими-то большими финансовыми ресурсами. На сегодня ситуация меняется, мы есть в продаже портативные устройства, которые могут обеспечить вам качество, практически студийное качество записи. Не всех видов музыки и жанров, да, то есть, допустим, какие-то серьезные инструментальные ансамбли, какой-нибудь оркестр, ему на улице записаться все равно будет проблематично, вы на эту штуку его не запишите. Вот еще раз покажу. Самый популярный рекордер в фольклорной среде, в экспедиционной на сегодняшний день, это Zoom H4N, тот, с которым ездят там сейчас практически все наши экспедиции, мы записываем вот на такие рекордеры. Он обеспечивает очень приличное качество записи и является при этом фактически портативной студией, потому что у него есть дополнительные еще входы, это профессиональные входы XLR, причем они совмещены со входами Jack, то есть сюда можно включать какие-то еще инструменты или дополнительные микрофоны, то есть фактически вы можете писать два отдельных голоса, да, здесь вы можете писать общий канал, это все пишется на четыре разных дорожки. Такого раньше себе мы представить не могли. Это не самая профессиональная, не самая продвинутая версия, да, вот сегодня мы будем говорить немножко более о следующей модели, скажем так, но у производителя Zoom и не только у этого производителя, я считаю, что он давно уже нам должен давать какие-то серьезные скидки на свою продукцию, потому что практически в каждой лекции я рекламирую этого производителя. У него есть еще более продвинутые версии и с четырьмя входами, и, по-моему, до шести входов со сменными верхними этими головами, которые вы можете подключать как дополнительные входы, как отдельно специализированные микрофоны с другой диаграммой направленности, чувствительности и так далее. И все это может одновременно служить вам, здесь есть специальный выход, одновременно вы служите как аудиокарточкой для вашего компьютера, то есть это можно использовать достаточно хорошей аудиокарточкой, то есть ее можно использовать прямо в процессе онлайн-обработки звука. В общем, это действительно серьезная штука в очень портативном корпусе, с помощью которой можно сделать удивительные вещи. И вот в данном случае мы будем говорить именно о YouTube-канале ВЕК. Так, и, соответственно, наш пример, да, уже придем непосредственно к самому каналу. Давайте, если кто не знает. Значит, YouTube-канал ВЕК создал один из активистов фактурного движения Дмитрий Сергеевич Матвиенко. Давайте я включу презентацию, чтобы мы могли бы все это посмотреть, кто, о чем мы сегодня говорим. Вот он перед вами на экранах. Многие могут его знать в лицо или лично, кто-то, может быть, его знает. Дмитрий – относительно молодой флоклорист, активный участник творческого объединения «Казачий круг». Ну, также у него есть записи с творческими объединения под облаками. Ну, как сам он говорит, что в основном он поет именно в «Казачьем круге». Самый выдающийся исполнитель в смысле роста. Если посмотрите видео-то. Значит, из музыкального образования у него за плечами только музыкальная школа по классу фортепиано. Сам же он работает в сфере строительства. То есть Дмитрий, как таковое, не является профессиональным флоклористом. Он не рядовой любитель, да, он может быть продвинутый, но на самом деле это не является его профессией, что очень важно. Так, значит, ну, если вы не видели ни одного ролика, я, конечно, рекомендую вам на него подписаться. Давайте для начала посмотрим. У него на канале есть замечательное интро-видео. Сейчас мы его давайте посмотрим. Вот, собственно, сам канал «Век». Вот его логотип. По поиску «Век» сразу же он попадает в первое место. Дайте сначала. Тут такая хорошая нарезочка, где представлены практически все его видео. Я не знаю, насколько хорошо будет у вас слышен звук, потому что Zoom все-таки все очень здорово зарезает, поэтому я отказался сегодня от идеи онлайн показывать, как это видео редактируется в аудиоредакторе. Ну, хотя бы посмотреть эту нарезочку мы с вами можем. Субтитры создавал DimaTorzok Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё-Лё Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, такая замечательная резка. Я думаю, сразу все понятно. Так, только у меня нет звука. iPhone Алина. Алина, в левом нижнем углу у вас, если у вас нет звука, должен быть такой значок. Микрофон с наушниками. Его надо нажать, и звук должен появиться. Так, что примечательно в этом YouTube-канале? Ну, во-первых, поражает, конечно, количество просмотров и комментариев. Самое просматриваемое видео набрало более 600 тысяч просмотров. Внушительная цифра, да? Значит, среднее количество просмотров примерно, да? Это 40-50 тысяч просмотров на одно видео. Более 230 тысяч подписчиков, да? Для сравнения, наш канал, наш YouTube-канал, Центр русского фольклора, это всего лишь там 5 тысяч чем-то подписчиков. То есть, в разы больше. Значит, не в разы, но как бы во много раз больше. Значит, отдельный очень немаловажный показатель, о котором со мной поделился Дмитрий, это средний возраст аудитории. Он прислал скриншот, и это, конечно, для меня было таким легким шоком, то, что по статистике основной возраст просматривающих – это 25-35 лет, чуть меньше, соответственно, 25-45 и так далее. То есть, канал смотрит в основном молодежь. Такая очень обнадеживающая статистика. Для, ну вот, чтобы вы понимали… Сейчас я хотел бы здесь сказать… Ну, давайте так вот. До того, как мы начнем говорить об непосредственно самом процессе записи, хотел бы такой вот небольшой момент рассказать, который сразу начался… Мы начали обсуждать в кулуарах, в фольклорных кулуарах. Это я от этого разговора слышал не один раз. О том, что на всех видео, которые вы сейчас видели на резку, исполнители, молодые ребята представлены и поют. И поют они не в традиционных костюмах, они поют в будничной одежде. Вот я задал вопрос Дмитрию по поводу «Почему это так?» И вот хочу зачитать прям дословно его ответ, что он по этому поводу думает. «Основная цель канала – это чтобы все простые и обычные, не связанные с музыкой или народной культурой люди, смогли увидеть и услышать, понять и принять красоту и многообразие народной культуры, о которой они не знают. Я люблю, ценю и уважаю народные костюмы. И самому приятно их надевать на каких-то фестивалях или праздниках с товарищами. Про сцену я не говорю, ее я не люблю, поэтому там вынужденная. А здесь, так как сам себе режиссер, то никто меня не заставит надеть костюмы напоющих. Это моя вставочка. А позиция у меня простая. На репетиции мы с ребятами собираемся петь без костюмов. В гости к друг другу ходим тоже без них и поем при этом. Поэтому костюмы более музейный экспонат, а народная музыка нет. Она гармонично живет в современном мире, как это я и хочу показать. Что от внешнего вида музыка не строго зависит. К примеру, жители в XIX веке никогда не наряжались в костюмы XVI века. Для того, чтобы петь, потому что, конечно, они наряжались, но смысл был в том, чтобы именно для исполнения каких-то песен традиционных. У них на тот момент была своя современная одежда, и об этом никто не задумывался. К тому же я всегда размышляю с точки зрения человека, не связанного с фольклором, кем я изначально и был, и кем себя частично и считаю до сих пор. Мне будет гораздо интереснее и увлекательнее увидеть поющих ровесников, одетых так же, как и я. Я тогда подумаю, ничего себе, как круто, я тоже так хочу. Ничего не будет отталкивать и создавать завесу артист-зритель. Это и есть вторая позиция живого исполнения после звука. Вот так. Еще немного свой комментарий добавлю по этому поводу. То, что на канале ВЕК представлены все-таки в основном протяжные песни. Есть там ролик с русской пряской, кстати, который набрал около 300 тысяч просмотров. Но, тем не менее, однозначно есть фактурные жанры, которые сильно проигрывают в исполнении без традиционного костюма. И еще такой момент. Хотел вам рассказать, что, например, после того, как Дмитрий послал мне статистику, мы провели небольшой такой какой-то анализ по нашему каналу, по каналу моего друга Сергея Старостина, однофамильца, и тезки нашего Сергея Николаевича Старостина. Старостин арт. Он сейчас набирает популярность. Канал у него там, недавно перешагнул отметку 2000. Выкладывает он в основном простые фольклорные концерты, которые любые, детские, взрослые и так далее. И на его канале основная аудитория – это женщины возрастом после 55. После этого мы заглянули на статистику Центра русского фольклора и с удивлением обнаружили, что там ровно та же самая аудитория. То есть мы сейчас с вами говорим о канале, который работает непосредственно молодежь, и в его словах они находят некоторое подтверждение. В качестве какого-то успокоительного факта этой статистики я могу привести только инстаграм-канал моей горячо любимой супруги «Мода от народа», где речь идет практически только о традиционном костюме. И он тоже не такое большое количество подписчиков, там всего лишь 2000, но аудитория этого инстаграм-аккаунта – это в основном молодежь, тоже 25-35 лет. Может быть, конечно, можно сделать скидку и на то, что еще сам инстаграм – это более молодежная социальная сеть, но я надеюсь и тешу себя тем, что костюм представленный отдельно, представленный специально, пропагандируемый, не вкупе с пением песни. Он находит свой путь к сердцам молодежи и совершенно не списан со счетов, он еще не такая уж и музейная редкость. Так, вернемся к звуку. Давайте я включу презентацию, чтобы… Не очень удобно у нас Zoom устроен, конечно. Не так легко переключаться между всеми этими окнами. Ну ладно, ничего страшного. Вот у нас канал ВИК в темном фоне. Вернемся к звуку. Для начала кратко сделаем основные наши пункты слагаемого успеха. Запись ведется на улице. Все ролики, прямо здесь это видно, они все записаны строго на улице. Я потом, кстати, поставлю… У него есть один, по-моему, или несколько роликов, записанные в помещении в театре русской песни, и звук там заметно проигрывает. Хотя там концертная ситуация, можно списать что-то на какие-то неудобства, но тем не менее. Запись ведется на улице. Запись ведется на цифровой рекордер Zoom H5. Чтобы понимали… Не знаю, видите ли у меня нет. Это предыдущая модель. В чем-то она хуже, в чем-то она лучше. Но факт в том, что это другая модель. Модель чуть постарше. Для записи на улице используется стандартная поролоновая ветрозащита. Угол захвата микрофонов Zoom H5 90 градусов. Во время записи рекордер ставится максимально близко к исполнителям, но так, чтобы рекордер не попадал в объектив. То есть, чтобы максимально уйти от шума внешнего, лучше всего ставить Zoom, быть рядом с микрофоном. Как я сейчас говорю, в этот микрофон примерно такое же состояние должно быть и при записи пения. Но поскольку это все будет попадать в кадр, то приходится изгаляться и ставить как-то его так, чтобы он был незаметен. На рекордере выставляется максимальный уровень записи. Максимальный не в том смысле, что он просто задирается до предела. Нет, это отдельно я как бы озвучу. И последующая обработка ведется в бесплатной open-source программе Audacity. Это такой простой, достаточно хороший аудиоредактор. О него я тоже расскажу. И в этом аудиоредакторе для улучшения звука, для его обработки применяется всего 4 плагина. Это компрессор, хард-лимитер, нормализация и ревербератор. Теперь пройдемся по всем пунктам подробнее. Давайте вот Zoom. У нас вот так выглядит наш Zoom H5. Он немножко отличается от того, что вы можете видеть у меня в руке. Я не знаю, видно или нет. Кстати, я сейчас, давайте я посмотрю. Должно быть видно, куда же я пропал. С экрана. Скажите, пожалуйста, меня сейчас видно или нет? Чтобы я мог понимать, показывать вам какие-то детали зума. Я остановлю по трансляции, чтобы было понятно, видно. А сам себя не вижу, поэтому как слепой. Хорошо, давайте вернемся к презентации. Продолжение следует. Отлично. Так, хорошо. У нас есть вся пропала, тогда было включаться, чтобы вам демонстрировать. Так. Компрессор, хард-лимитер, нормализация, ревербератор. Теперь по всем пунктам подробнее. Итак, запись вне стен студии на открытом пространстве считается сложной. Всегда считалась. Профессиональная аппаратура, она всегда была громоздкой, дорогой, то есть ее тащить куда-то там, это проблематично. Но на сегодняшний день мы имеем такие замечательные вещи, как рекордеры. Они позволяют нам этот барьер преодолеть. Студия позволяет записывать в изолированном пространстве, чтобы создавать необходимую тишину и уровень отражения звука от стен. Вот на улице, так же, как и в студии, самое удивительное, что нет отражения от стен, просто потому что нет стен. То есть в теории это как раз звук на улице приближен к студийной записи, потому что там нет этого преодоления, и мы можем записать его чисто без малейшего эха. Без попадания отраженного звука обратно в микрофоны. И надо сказать, что вот такой опыт записи на улице, он был уже в истории советской отечественной звукозаписи. Альбом группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, который называется «Все братья и сестры», был записан на берегу реки Невы за Смольным собором. Гребенщиков на тот момент посчитал, что стены студии убивают звук. Они вытащили магнитофон на длинном-длинном удлинителе, поставили микрофон и записали его в этот альбом, пошел в золотой фонд нашего отечественного рока. Я думаю, у него была аппаратура похожа, тем не менее. Дмитрий использует для своей записи, как говорил, рекорда Zoom H5. Вот он перед вами. Он отличается от Zoom H4N, который у меня здесь лежит. Давайте немножко по поводу отличий. Ну, это сразу видно по внешнему виду. Дайте-ка я попробую сейчас. Почему я себя не вижу-то? Чтобы вам себя показать. Если вы видите, да, в отличие от Zoom H4N, у него есть ручные регулировки. Он просто выглядит даже по-другому. Хотя, в принципе, его функционал другой. Но одна из самых главных особенностей, то, что вот эти микрофоны, два микрофона, которые у него закреплены, они имеют антивибрационный подвес. Специально закреплены. Я, когда переключусь, вам сможете это внимательно рассмотреть. И еще одна особенность, в которой, может быть, Zoom H5 проигрывает Zoom H4, то, что у Zoom H5 есть возможность разворачивать микрофоны так, чтобы угол захвата был 120 градусов. Вот здесь внимательно, если вы посмотрите, да, вот он так вот, эти штучки крутятся и меняется угол захвата микрофона. То есть вот он становится, был он 90 градусов, да, мы рассмотрим, вот он, практически 90. Если мы поставим на 120, то у нас получается уже где-то, ну, немного пошире, да. Например, на 40 градусов шире. Что может быть критично для записи большого состава, да. То есть для записи какого-то небольшого ансамбля, 3, 4, там, 5 человек, 90 градусов – это оптимально. Ну вот, но если у вас, допустим, пишется Галинья Консессуева, то здесь вот начинается всякая вот игра между тем, чтобы поставить Zoom подальше, чтобы все попадали, и тем, чтобы поставить поближе, чтобы был достаточно уровень записи и минимизировать попадание фона. Так, давайте переключимся назад на презентацию, чтобы можно было еще посмотреть какие-то нюансы. Так, что у нас здесь еще есть? Ну, да, вот есть общая регулировка громкости, которая перекрыта такой хорошей штангой, которая исключает случайного касания. Есть вот пониже, если видите, такая же штанга, под ней две регулировки нижних двух входов, такие же два входа XLR и совмещенные со входом под джек. Да, вот наверху вы видите этот самый антивиберационный подвес, микрофоны подключены с помощью гибкого кабеля, гибкого шнура, провода, наверное, даже правильно сказать, да. И вот эти вот прорезиненные части, они как раз снимают вибрации, которые могут передаваться, допустим, если вы ставите штатив с зумом на пол, на котором пляшут люди, то все низкочастотные вибрации через самый штатив, они будут передаваться на корпус самого зума, в микрофон и в капсуле, и будут записываться. Я внимательно просмотрел, прошерстил интернет по поводу применяемых внутри этих самых микрофонов капсулей, непосредственно, которые записывают звук. То есть у нас с вами здесь вверху это оболочка микрофона, а внутри есть капсуль с мембраной, которая является самой главной историей в этом устройстве. Одинаковые они или нет, информации нет даже на форумах радиолюбителей, которые ремонтируют такие вещи. Они их разбирали, зум, и обнаружили, что на капсуле нет никакой маркировки, то есть понять, одинаковые они или нет. У зума H4, H5 и последующих моделей, последующих моделей, я не знаю, разбирая или нет, но, по крайней мере, про эти две модели можно сказать, уверен сказать, что никакой уверенности в разнице нет. Экспериментов по записи мы параллельно не ставили. Сам Дмитрий тоже не записывал никогда на H4N. H4N просто или на другие зумы, он всегда записан на H5. Ну, я думаю, в будущем я напрошусь к нему на сам сеанс. Мы поставим параллельно два зума, сравним результат. Я с огромной долей вероятности даю большой процент того, что это будет все-таки одинаковая запись, потому что основное отличие этих зумов, конечно, если так смотреть по логике линейки, оно в других вещах. Это количество входов, это какое-то количество внутреннего программы обеспечения, которое дает возможность задавать какие-то там внутренние обработки, либо это, соответственно, эквализацию и прочее. То есть какие-то такие уже удобства непосредственно, которые вам нужны в процессе записи. И мало влияют на непосредственно качество самого регистрации, самого звука. Ну, посредственно могут влиять, но в чистом, в сухом остатке нет. Итак, ветрозащита. Очень важный момент на улице, естественно, это ветрозащита. Потому что любой маленький ветерок, если он задувает внутри капсулы, это слышится как сильный такой, может быть, как удар слышно, может быть, слышно как сильный шип, шум. Ну, неважно, это в любом случае помеха. Это надо избежать. Для этого существует такая вещь, как ветрозащита. В комплекте с зумами обычно ветрозащита идет. Она простая, поролоновая. И надо сказать, что существует также еще вариант меховой ветрозащиты, которая продается отдельно. Звукооператоры ее смешно прозвали как «dead rabbit». Это дохлый заяц, дохлый кролик. Вы надеваете на свой зум дохлого кролика. И Дмитрий сказал, что нет, меховая ветрозащита ему не понравилась, звук был хуже. В чем здесь нюанс? Нюанс в том, что вместе с защитой от ветра, естественно, вы создаете дополнительное препятствие между звуком и регистрирующим элементом, то есть между самим микрофоном. В случае, соответственно, подъедаются некоторые частоты. В случае с меховой защитой, там будет очень здорово теряться верхние частоты. Запись будет глуше и тише заведомо. Естественно, потому что это департный барьер. Поэтому все это записано на стандартную поролоновую ветрозащиту. Ее вполне достаточно. Но, конечно, это не является абсолютной панацеей от ветра. Если вы присмотритесь внимательно к самому видео, то все-таки у него там в основном ветра нет. Ничто не колышется, ничто не задувает в рекордер. Не создают помех. То есть место выбирается для этого специально. Так, это я рассказал. Значит, теперь как правильно поставить рекордер. Понятно, что во внешней среде все равно будут какие-то звуки неминуемо. Даже куда бы ни пошли, всегда будет где-то что-то, может быть, шуметь. Источники звука у нас находятся в основном в пределах нашего горизонта. Это лес, дорога, поле, что угодно. И Дмитрий придумал такой ход конем. Он ставит сам рекордер. Давайте я сейчас переключусь. Буду вам показывать руками. Вот он ставит рекордер ближе к земле. Так, никого не надо принять. Принять. Он ставит рекордер ближе к земле. То есть ниже уровня голов поющих. То есть самое идеальное положение – это когда вот так. А тут ставит его, наоборот, вниз, на пол. Буду играть с зумом, чтобы было понятно. Он ставит его вниз, на штативе на пол. Но при этом направление самого зума идет в сторону голов поющих. То есть не в живот, он не в живот будет записывать поющих. А все-таки вот так выставляется на штативе. Все это сделано с расчетом на то, что… Во-первых, чтобы не попадало в кадры, естественно. Минимизировать эту историю. А во-вторых, для того, чтобы все возможные источники направили на сверху. Чтобы все возможные источники оказались сбоку. А в небе, как мы понимаем, источников звука практически нет. Разве что какая-нибудь там ворона пролетит, каркнет. Но это уже не какая-то там периодическая вещь. Это там можно потом лишний раз повторить и уже записать без вороны. Вот, со слов… Со слов Дмитрия, вот именно от постановки, от установки рекордера, от правильного, от того, как он поставлен относительно поющих, это фактически там 80-90% успеха записи. То есть, перед началом он тщательно проверяет и выбирает именно саму позицию, для того, чтобы обеспечить максимально лучшее звучание. Что он для этого делает? Для этого, естественно, есть какие-то там рабочие дубли, рабочая настройка. Когда он ставит зум в какое-то положение, которое кажется ему нужным, у него есть наушники, исполнители поют. Вот, и он отслушивает наушники, то, что… как это все звучит. Значит, и здесь мы переходим к уровню записи. Уровень записи Дмитрия выставляет максимальный. Это очень важный момент. Максимально в каком смысле, что шкала… Давайте я сейчас включу записи, постараюсь это все вам показать, чтобы было понятно. Вот у нас, я говорю, да, и шкала у нас сейчас с вами, она где-то не доходит до конца, до своего предела. Вот, если я буду петь, то таких больших скачков не будет. Она будет более-менее стоять в одной позиции, но все-таки она будет стоять где-то. Во время экспедиции мы, наша практика показывает, что эту шкалу лучше держать где-то там за 15-20% до предельного значения. Это связано с тем, что исполнитель может начать петь громче, особенно там может, там Дишкант может разойтись какой-нибудь там, да, и выдать что-то. У нас есть небольшой запас по громкости, по уровню, чтобы мы это перекрыли. И все равно при этом какие-то искажения неминуемые. Тише не стоит стоять, потому что, естественно, как только вы занижаете, у вас будет тихая запись. Если вы захотите ее потом поднять громкость, то вместе с поднятием громкости общего сигнала будут подниматься и шумы. Это нежелательно, это приводит уже к чистке шумов. Это все ухудшает качество, добавляет времени и так далее. Вот это очень немаловажный момент. То, что запись ведется на пределе, скажем так, возможностей этой аппаратуры, это тоже один из таких ключевых моментов, который позволяет записывать, делать фонограмму качественной. И плюс избегать попадания сторонних шумов. То есть, чем сильнее полезный сигнал, тем меньше шансов попасть к какому-то паразитному сигналу в вашу запись. Если же полезный сигнал по уровню слабый, то он начинает соперничать с каким-то паразитом. Вот тому есть примеры. Я смотрел на видео, есть где, допустим, люди поют и могут погладить себя по коленке, допустим. Или просто они двигаются, у них есть шумодежда. Но этого не слышно, потому что полезный сигнал перекрывает паразитный. А надо сказать, Дмитрий отметил, что шум он не чистит принципиально. То есть, никакой чистки шума, никаких шумодавов, никаких вот этих самых, да, но из редакшн он не применяет в своей обработке. Это очень такое... Ну, для меня это было удивительно, да. Когда я слушал, я думал, что, ну, вот улица, да, поют, значит, наверное, как бы он потом чистит это все ночами. Нет, ничего подобного. Обработка, оказывается, очень, ну, обработки там мало. Так. Ну вот, да. Соответственно, я хотел упомянуть, да, о том, что преклонировать лишний раз свою методичку. То, что весь вот этот самый процесс экспедиционной записи я описал в своей методичке. Звуковые, фольклорные, этнографические материалы, фиксация, обработка, синематизация. Она у нас есть на сайте, ее можно купить. Буквально вчера я читал два с половиной часа. Семинар у нас был полностью по этой методичке. Я думаю, еще у нас он будет в эфире не один раз. Так, значит, по поводу процесса записи, что еще у нас есть? Сам процесс записи проходит в один-три дубля. То есть идет настройка, да. Дмитрий слушает в наушниках о том, как это дело звучит. Часто он записывается сам. И поэтому он кладет наушники, соответственно, идет на исходную позицию и вместе со всеми поет. И таких вот дублей финальных, их всего бывает один-три дубли. Так. Ну, соответственно, дальше все же зависит от того, как люди спели. То есть можно спеть, быть несостроенным. Кто-то там засипел, кто-то забыл слова. Это вот уже зависит от таких вещей. Самого качества записи уже от этого не меняется. То есть это уже не имеет к нам отношения. Итак, последний этап обработки звука происходит на компьютере. И давайте я перескучу нашу презентацию многострадальную. И запись, вся эта запись проходится в таком аудиоредакторе, который называется Audacity. Audacity, по-моему, есть, переводится как смелость, решительность. Аудacity – это бесплатный редактор. Он распространяется по… Он разрабатывается open-source сообществом. Это свободное общество программистов, так если перевести в вольном на русский язык, которые пишут открытый исходный код. Исходный код этого редактора можно найти в интернете и самому его собрать из исходников или дописать, если вам чего-то надо. И распространяется по свободной лицензии GPL. То есть это абсолютно бесплатный аудиоредактор. При этом он весьма функциональный. Для простой начальной обработки даже вот такого качественного звука вы видите, что его вполне достаточно. То есть с его помощью можно делать такое, как бы, как-то можно делать, как можно выражаться, какие-то вещи, которые годны для продакшена. Для какой-то публичной демонстрации. То есть его вполне достаточно. Конечно, для какой-то там серьезной чистки звука, допустим, оцифрованных экспедиционных материалов с аудиокассет с бобиной или с валиков, тем более, существуют специальные серьезные редакторы. Не только это какой-нибудь Adobe Audition. Есть еще, допустим, у нас, как же его, Изотоп RX. Сейчас вот седьмой он, как бы, это такая профессиональная программа для чистки. Но поскольку, как вот я говорил, что вся основная сложность, она идет на этапе именно записи самого материала, на этапе записи аудио, то для последующей обработки хватает с головой вот и такого. Я хочу сказать, что даже для чистки простых записей, каких-то оцифрованных, этого редактора Audacity его достаточно. Там есть приличный набор инструментов, этих плагинов, с помощью которых можно почистить шум, поднять уровень записи и так далее. Основная обработка происходит с помощью плагина под названием компрессор. Сейчас мы на нем остановимся поподробнее, чтобы было понятно. Ну, а вообще, почему нужна обработка? Почему практически всегда запись обрабатывается? Есть такое понятие, как амплитудно-частотная характеристика устройства воспроизведения, устройства записи, микрофона. То есть это тот диапазон частот, который может записать, воспринять, точнее, конкретное устройство, либо воспроизвести конкретное устройство. Амплитудно-частотная характеристика, она не линейная. Что это значит? Что, ну вот, допустим, наш слух способен воспринимать примерно такое значение частоты от 20 Гц до 20 кГц, то есть до 20 тысяч Гц. И вот это такой диапазон, мы представим себе, это такая шкала, вот во время этого диапазона, на всем этом диапазоне чувствительность нашего слуха к нему неравномерна. Низкие частоты в районе 20 Гц и так далее, до 300 примерно, мы слышим плохо. Соответственно, от 300 Гц до 7 тысяч Гц, это самая наша лучшая зона слуха, мы эти частоты слышим лучше всего. Они для нас звучат громче всего. То есть два одинаковых, по амплитуде сигнала, по громкости, вот если мы в программе посмотрим, сонограмму, там будет звучать частота в 20 Гц и в 1000 Гц. Вот сигнал в 20 Гц мы будем слышать хуже. Это так устроен наш слух. И, соответственно, высокие частоты мы тоже слышим хуже, понисходящие. Самый слух, в первую очередь, теряется с возрастом, теряется именно в верхних частотах. То есть у нас пропадают до 20 тысяч до 15. Он может опуститься, естественно, при болезнях и ниже, но такое естественное старение это примерно такой диапазон. В интернете, кстати, есть всякие тесты. В избытке вы можете проверить себя, насколько у вас острый слух. Он проверяется как раз по высоким частотам. Низкие частоты в этом смысле сложнее проверить, потому что для этого нужна соответствующая аппаратура. И наш слух не обладает нелинейной амплитудной частотной характеристикой. И микрофоны обладают нелинейной частотной характеристикой. То есть у них есть свои какие-то зоны хорошей частотности, какой-то низкой. Эта зона, она не совпадает, естественно, точно именно с вашим слухом и со слухом вообще. То есть, ну, конечно, там концертные, студийные микрофоны, их стараются, именно вот, которые предназначены для певцов, да. Они затачиваются под среднее значение человеческого слуха, но все равно на всех концертах и так далее происходит эквализация и компрессия звука для того, чтобы речь и пение было более разборчивым, было более полнозвучным и так далее. Именно для этого происходит обработка. Значит, что у нас делает компрессор? Компрессор изначально, ну, компрессоров очень много разных. Вот я здесь упоминал обработку, которую также использует Дмитрий, это hard limiter. Hard limiter – это также подвид компрессора считается. что он делает. Допустим, у нас есть какая-то аудиозапись, да, в которой есть какие-то громкие звуки. Громкие звуки. И если мы хотим поднять общую громкость этого файла, да, то и просто выкрутим ручку, там, гейн на несколько децибел вверх, то у нас тихие звуки, они, конечно, станут громче, но верхние могут уйти в перегруз, да. И часто такая ситуация, что мы, как бы, и громкие звуки стали еще громче, как бы, чего нам было не надо, а тихие не стали, не достигли той самой громкости, которой нам хотелось бы. Для этого существует такая вещь, как компрессор. у него есть вот разные настройки. Значит, ну вот давайте верхний Trace Hold, это тот порог срабатывания, порог срабатывания громкости, на котором мы хотели бы применить снижение громкости. То есть он умеет, компрессор умеет убирать громкость, убирать громкие звуки, приводить их к какому-то вот делать тише. Только громкие звуки, остальные оставлять такими же, либо наоборот поднимать. Значит, вот Noise Floor это уровень шума, который он не должен трогать, да, то есть вот у нас есть какой-то общий уровень шума в самом файле, ну, не всегда условия идеальны, да, вот он можно показать в районе какой громкости этот шум лежит. Соотношение. Соотношение, то есть мы здесь выставляем во сколько раз занижать громкость вот этого фрагмента, который выходит за нужный нам диапазон громкости. Вот Attack Time это интересная штука, она применяется в основном для ударных инструментов, то есть это начало громкого звука. Понятно, что есть, перед тем, как понять, что этот звук громкий, компрессор должен сначала его прочитать, узнать, что он находится, то есть должны туда попасть вот эти самые первые доли секунд, вот здесь одна двадцатая доли секунды, он по этой одной двадцатой понимает, что сигнал громкий, его надо занижать. Этот сигнал, допустим, для звукорежиссера, для каких-то там, для ударных инструментов часто используется, наоборот, они ту атаку оставляют, чтобы она оставалась громкой, то есть они ставят там одну, допустим, полсекунды, допустим, эта атака может быть громкой, а релайстом это звук, который идет потом, и вот они то, что после могут оставлять громким, а остальное поднимать. Нам это все не нужно, нам нужно минимальный уровень атаки, чтобы сразу убрать громкие звуки, и все остальные оставить такими же. Получается, что у нас громкие звуки убраны. Аудиофайл принял вид, получился некую среднюю громкость, в каком-то диапазоне, который нам подходит. Но сама запись тихая. Я хочу сказать, что Дмитрий еще раз подчеркиваю, поскольку у нас конкретный рецепт, и это не курс по аудиосити и по плагинам. Я рассказываю именно про конкретные плагины, которые он использует. И чаще всего он использует настройки, как он, например, сказал, которые выставлены по дефолту, то есть там он даже ничего особенно не меняет. И это основной инструмент, основная обработка, которую он применяет, потому что он старается добиться приемлемой громкости сигнала на самой записи, и здесь уже нужно просто ее немного выровнять для того, чтобы звучание было более ровным, чтобы частоты все были, как я говорил. Ну и опять-таки особенности голоса. Высокие, но ты мы поем громче, низкие, тише, просто даже в силу того, что мы нашего звукового аппарата. Но это не касается профессиональных оперных басов, у которых раскачана нижняя пешеская формант, и они как шаляпин гудят так, что выбирают стекла. мы все-таки берем среднестатистических наших певцов. Высокие ноты в силу физиологии, в силу того, что нам приходится сильно напрягаться, там особенно, они звучат громче. И это надо необходимо выравнивать для того, чтобы мы в своих колонках, для того, чтобы любой маленький динамик мог без хрипов воспроизводить с одинаковой громкостью все частоты, которые мы записали. Ну вот. И остальные два плагина это у нас нормализация и hard лимитер. Давайте сразу нормализация. Это очень простой, простой, эффективный плагин, который грубо говоря, это продвинутая ручка громкости, которая поднимает общий сигнал, общую громкость на всем файле. Но у него есть удобные опции. То есть, если вы поднимаете сигнал вручную, у вас всегда есть шанс, что вы не заметили какой-то пик во всем вашем аудиофайле, который по громкости выше остальных. и он у вас уйдет в перегруз. Нормализатор позволяет этой ситуации избежать. То есть, вы здесь выставляете тот уровень громкости в децибелах, до которого вам надо поднять файл, и он поднимается, он ищет во всем файле самый громкий сигнал, и соответственно, исходя из этого громкого сигнала поднимает уровень всей записи до тех пор, пока самый громкий сигнал не упроется в это значение, которое вы вставляете. Тут можно стереоканалы, пока стереоканалы раздельные, либо вместе использовать. То есть, это очень простая такая настроечка. и хард-лимитер, как я и говорил, это один из видов компрессора, как он работает. Это тоже, грубо говоря, ручка поднятия громкости, но она, у нее есть такая опция, то, что вы задаете верхний потолок громкости всего файла, и он будет поднимать громкость всех частот, всех частот, которые необходимы, поднять громкость, но не будет трогать те частоты, которые упрутся в порог в данном случае 3 дБ. То есть, выше 3 дБ, нам ничего поднимать не надо, увеличивать громкость, а все остальное надо поднять. И вот он будет постепенно по этому значению все весь уровень громкости поднимет до общего. То есть, вы можете зажать его и поднять все частоты, чтобы они звучали с одинаковой громкостью. Это, конечно, будет уже слышны какие-то искажения, это будет неправильно, этим надо аккуратно поиграться, но это позволяет избежать перегруза в каких-то пиках. еще раз повторюсь, что это уже дополнительные инструменты, которые использует Дмитрий, а остальные самое главное это все-таки компрессор. И как итог у нас, пожалуйста, с вами замечательный YouTube-канал ВЕК. Очень рад, что мне удалось пообщаться с Дмитрием. Давайте я напоследок забыл показать последнее видео, наверное, можно даже парочку, какие, вот я забыл, давайте покажу вам пример, как запись в помещении, чтобы вы понимали, сейчас поставим быстренько для сравнения, да, вот зашелся, за окон, это такая хорошая талонная запись на улице, сейчас я вам, вот, реклама какая-то, сейчас как раз, я дождусь рекламы, чтобы вам не шло это в уши, и включу ее вам. Так, все, пропустит рекламу. Стоп, пауза, давайте вам включим. Опа. О! ПЕСНЯ 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 я подозреваю, что у вас это все не так хорошо слышно, как у меня. Ну, хотя бы вы сейчас будете понимать, где это искать. Где-то у него в старых записях. Вот, да, это был концерт. Я уже не помню. Реклама. Ну, ладно, потерпим сейчас рекламу. Реклама. Ну, ладно. Ладно, я думаю, достаточно понять, что здесь есть, слышно, да, запись идет в помещении, что есть какое-то эхо. А, ну, да, я, кстати, последнее, что я забыл, что еще применяет Дмитрий, конечно, это реверберация. Вот, добавляет ее немного. Ну, с этим уже вы разберетесь сами, там ничего сложного нет, это все хорошо. Она хорошо воспринимается на слух. покрутить эти ручки. Так, наверное, давайте мы на этом будем заканчивать. Вот, есть такой комментарий. Зачин считаю, дали ребята из мороженых гроф видео, блог на Ютубе 10 лет назад еще. Вполне возможно, вполне возможно, что именно они дали Зачин. Еще раз повторю, что меня поразило, первое, что меня поразило, когда вышло первое видео канал, это было в 2018 году, это качество звука, которое удалось достигнуть на улице. И я понимал, что это сделано без какой-то либо там серьезной аппаратуры. Ну, то есть сначала я подумал, что это серьезная аппаратура, потом я узнал, что оказывается, что это все делается только на Zoom. И это меня удивило. Я решил поподробнее узнать, почему так. Я приглашал Дмитрия неоднократно, я его пытался говорить, самого провести такой семинар, чтобы это было не из второй круг, а из первых. Вот. Но он упорно отказался. У него есть уважительные причины, не буду озвучивать. Но дал свое полное согласие на то, чтобы я рассказал о его методе, поделился со мной все информацией. Три-четыре дня я его пытал в ВКонтакте, у нас была бурная переписка. Я вспоминал какие-то вопросы уже в час ночи, и он все равно мне отвечал, за что ему большое спасибо. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте я на них отвечу. Ну, или напишите, что все понятно, и можно заканчивать. тоже будет хорошо. Спасибо. И вам спасибо, что вопросы в телеге. Ну, хорошо. Чтобы было понятно всем, у нашего Центра Русской Фактуры есть телеграм-канал и общий чат. Там у нас такое неформальное, как сейчас модно выражается, ламповое общение. Если что, то я всегда там, я этот канал поддерживаю. Обязательно пишите. Буду стараться отвечать по мере своих сил и возможностей. Если на этом все, то я вас благодарю. Благодарю также Дмитрия за то, что он поделился своим опытом. Я надеюсь побывать у него на самом сеансе записи, посмотреть уже вживую, как это делается. мы сравним этот зум и H5. Если разницы не будет, то можно будет уже соответственно немножечко поменять сам рассказ. И надеюсь, что как-нибудь будет возможность обработать еще звук вживую в прямом эфире. Надо будет отработать технологии. Конечно, когда наглядно работают в программе, меняют параметры, и если все это слышно, то это гораздо удобнее. Спасибо большое. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, на канал ВЕК, обязательно на канал Старостин Арт и на все, которые я здесь сегодня озвучил. Реклама никогда не бывает лишней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok